Как разжечь правильно керамический гриль? Сегодня этой теме посвящена наша передача, поскольку это самый часто задаваемый вопрос. Но перед тем, как мы его с вами разожгем и пройдем все этапы этого процесса, хочется сделать небольшое лирическое отступление и поговорить о правильном топливе для керамического гриля. Керамический угольный гриль в качестве топлива использует древесный уголь. И только древесный уголь. Первая, самая распространенная ошибка, а не затопить ли мне керамический гриль дровами? Какими бы они у вас не были, ребят, мы не пользуемся дровами в гриле. Это забываем сразу и больше об этом не разговариваем. А теперь пару слов о древесном угле. Бывает он двух типов. На нашем рынке, да и вообще в мире, древесного угля бывает два самых распространенных типа. Первое, это так называемый прессованный уголь. Он бывает в виде подушечек, форма у него может быть разная, в виде вот таких вот цилиндриков. Запомните главное, прессованный уголь не обязательно использовать в керамическом гриле. Главное его достоинство, что он долго горит. Но из минусов он еще и долго разжигается. Это первый момент. Момент номер два. Из чего сделан прессованный древесный уголь, не знает никто. Даже на коробках часто это не пишут. По возможности использовать его не надо. И теперь самый важный момент. Хотелось вам показать вот что. Как выглядит правильный древесный уголь. Как вы видите, это просто кусочки древесины, прошедшие пиролиз. Вся разница только в одном. Из какого сырья он сделан. Идеально, если он сделан из лиственных пород древесины. Если он сделан из хвойных пород, а такое на рынке встречается, то мы это не используем. Это просто несовместимо с приготовлением пищи. Древесный уголь, который представлен здесь, в наших северных широтах, в Санкт-Петербурге, он делается из березы. На юге он может делаться из дуба. И то и другое является самым лучшим топливом для керамического гриля. А вот то, что придает аромат блюдам на гриле, вот тут я поставил отдельно, это добавление щипы при приготовлении. Но это тема для другой передачи. Просто хочу акцентировать ваше внимание, что древесина все-таки в гриле может быть использована. Но не как топливо. Это главный момент. Теперь, что нам понадобится еще для розжига гриля. Очень часто нас спрашивают, а нужно ли вот такое устройство. Я думаю, что многие с ним знакомы. Называется он стартер для розжига керамического гриля. Ответ. Нет, он не нужен. Вообще и совершенно. Не надо его покупать, приобретать и использовать. Вы поймете, почему далее. Второй момент. По популярности еще есть такой инструмент для розжига гриля. Это электрический стартер. Это фен, на конце которого очень высокая температура. Когда вы кладете уголь в гриль, вы можете разжечь его с помощью фена. Но есть способ проще. И мы сейчас поговорим о нем. Итак, для розжига керамического гриля достаточно вот таких брикетиков. Притом не очень большое количество. Ну вот примерно 2-3 штуки растопят вот такой гриль абсолютно легко и без проблем. Самое простое средство для розжига керамического гриля брикеты. Начнем. Ну что ж, приступим. Первое, что сделаем. Откроем гриль и извлечем из него рабочую решетку. Сейчас она нам не нужна. Берем уголь и засыпаем сверху в наш керамический гриль. Вот так. Важный момент. Если ваш гриль состоит из монолитной чаши, то уголь должен быть ниже примерно на 10-12 см от рабочей решетки. и если вы засыпете угля в большее, у вас начнет гореть продукт. Этого делать не надо. Мы должны полностью в гриле открыть заслонки. Верхнюю и нижнюю. В гриле заслонки наш гриль готов к розжигу. Берем наши кубики для розжига. Собственно говоря, зажигаемых. Для того, чтобы нам руки не обжечь, это можно сделать по-разному. Но я, например, использую щипцы и мы закладываем наши брикетики в уголь. Можно их положить в несколько мест. Они быстро разжигаются, горят они долго. Вот так. Еще раз говорю о том, что три брикета таких вполне достаточно, чтобы наш гриль разжегся. Вот так. Если вы их немножечко присыпите углем, это ускорит процесс. Следующий этап. Закрываем гриль, проверяем, что заслонки у нас полностью открыты, и нам остается просто ждать. Ради интереса засечем время, сколько наш гриль будет разжигаться. И самый важный момент. От этого зависит безопасность использования керамического гриля. Пока он разжигается, никогда не оставляйте гриль без присмотра. Почему? При полностью открытых заслонках температура у нас будет расти, пока не растет до неимоверных пределов до гриля градусов до 400. Мы должны вовремя остановить этот процесс. Поэтому, пока гриль разжигается, находитесь рядом с ними и отслеживайте температуру. Как только она достигнет 250 градусов, вы заслонки прикроете в рабочее положение. Вот после этого вы можете забыть о его существовании. Он будет держать эту температуру четко, как вы ее установите. Прошло 11 минут. Посмотрите, как быстро стала расти температура. И ваша задача остановить этот процесс. Вот сейчас у нас уже 250. Остановить процесс розжига в следующем движении. Мы прикрываем заслонки в рабочее положение, закрываем их как минимум на 2 трети. И верхнюю, и нижнюю. Вот так. Смотрим, на каком значении у нас стабилизировалась температура. Остановилась. Вот сейчас это порядка 240 градусов. Все. С этой минуты наш гриль готов к работе. Итак, всего за 11 минут наш керамический угольный гриль готов к работе. Что мы делали еще раз коротко. Первое. Нам не понадобились стартеры, нам не понадобились дрова и жидкости для розжига. Помните об этом. Что нам понадобилось? Качественный древесный уголь. И помните, из мешка, когда вы засыпаете уголь в гриль, мелкую фракцию и угольную пыль, не засыпайте, она забьет вам вентиляционное отверстие, и гриль нормально разжигаться не будет. И последнее, что нам понадобилось с вами для розжига гриля, это брикеты для розжига. Всего у нас заняло это времени, 11 минут, и гриль к работе готов. Сейчас мы температуру установили на 200 градусов, идеальная температура рабочая для керамического гриля. Начали готовить! Продолжение следует...